МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Татьяна Молокова. Сегодня у нас разговор по существу с депутатом Государственной Думы Российской Федерации Валентином Шурчановым. Валентин Сергеевич, здравствуйте. Валентин Сергеевич, мы с Вами встречаемся накануне когда-то великого праздника, накануне 7 ноября. Скажите, пожалуйста, что сейчас представляет из себя очередная годовщина Великой Октябрьской революции? Как он был великим праздником, так и для всех трудящихся мира они остаются великим праздником. Скажем, в Китае полтора миллиарда они будут торжественно отмечать, на Кубе пройдут грандиозные мероприятия. И в других странах тоже активно, в том числе и развитых, как мы сейчас говорим, киталистических странах. Это, в общем-то, будет отмечаться демонстрациями разными другими мероприятиями. Дело в том, что Октябрьская революция навечно вошла в историю, является локомотивом общественного прогресса. И именно Октябрьская революция – это вот то самое событие, которое кридным образом изменило всю картину мира и является главным событием 20-го, я надеюсь, и 21-го века. Что сейчас вот, какая работа проводится в Государственной Думе? В пятницу, неделю назад, рассмотрился проект федерального бюджета на 14-е и последующие годы. Наша фракция проголосовала против, потому что мы не согласны с этой концепцией, которой главное установлено, что все лишние деньги, которые наша экономика зарабатывает, прежде всего нефтегазовые доходы, они будут отправляться вне страны, то есть будут вывозиться в другие страны и сдаваться, в общем-то, как бы укладываться на ценные бумаги этих стран. Это достаточно большая сумма, уже вот около 7 триллионов рублей, а весь годовой бюджет Российской Федерации – это где-то 13,6 триллиона рублей. Больше, чем половина. Можно было бы оставить здесь, в Российской Федерации, как вот мы, коммунисты, говорим, направить на развитие сельского хозяйства. Сейчас сельское хозяйство субсидируется из расчета на 1 гектар пашни, 208 рублей, а этого совершенно мало. Это где-то порядка, получается, 6-7 долларов, а в европейских странах по 200, по 300, по 500 долларов. И, конечно, наше сельское хозяйство не может выдержать такую конкуренцию. Понимаете? Дмитрий Сергеевич, но сейчас… Энергетика, транспорт и многие-многие другие вопросы, в том числе и вопросы социальной политики, народного образования и здравоохранения, все можно было бы сегодня серьезно подправить, изменив экономический и социальный курс. Но, к сожалению, наше руководство, которое, в принципе, входит в 20-ку стран, придерживается той самой монетаристской, либеральной политики и все лишние деньги отдает Америке, я бы так сказал. Ну, сейчас вроде собираются несколько в стоп-фонд все-таки залезть, как говорят, в связи с экономическим кризисом. Некоторые региональные проекты, проекты, которые будут в регионах, должны в регионах развиваться в 2014 году, на них не хватает средств. Вот сейчас из стоп-фонда будут выделены средства на многие проекты, в том числе на строительство ВСМ-2, в высокоскоростной магистрали Казань-Москва, где вот Чебоксары тоже задействованы. Ну, сразу вот вопрос, нам всегда говорят, не хватает денег. Глава республики выступает, говорят, не хватает денег. Слушай, глава администрации выступает, район не хватает. Почему не хватает? Вот давайте пример приеду. За счет продажи нефти и газа наша страна зарабатывает где-то порядка 16 триллионов рублей ежегодно. Вот из них бюджет приходит около 5,5-6 триллионов. Где-то 10-11 триллионов рублей они достаются олигархам и вывозятся за границу. В таких условиях ни на что денег не будет хватать. Поэтому мы предлагаем свою программу. Мы говорим, давайте инфраструктурные проекты действительно нужно, в общем-то, строить. Нужно распечатать резервный фонд, нужно распечатать фонд национального благосостояния, а тут деньги направить на то же самое, чтобы создать рабочие места, чтобы у нас промышленность работала. Ну, закрыли вот мы наш хлопчатый бумажный комбинат в Чебоксарах. Что от этого кому-то лучше стало? Ну, 2 миллиарда придут в ближайшее время на развитие республики в связи с развитием нового проекта с ВТБ. Ну, придут они, а можно было бы, извините, и 3 миллиарда дать. В целом-то стоимость этой дороги, слушайте, это капля в море, потому что стоимость этой дороги примерно 1 триллион 300 миллиардов. Вот понимаете, сколько лет надо, в общем-то, вкладывать в нашим республикам, чтобы это все было. С другой стороны, урезаются те самые дотации, которые в бюджеты субъектов Российской Федерации направляются. Скажем, в этом году уже долги огромные. Вот у Чувашской республики, я в газете прочитал, порядка 11 миллиардов рублей уже долгов. А зарплату нужно платить, извините меня, а социальные вопросы нужно выполнять. И опять нужно республике кредитоваться, то есть в банках брать кредиты, платить эти проценты. Извините, все равно же их когда-то нужно отдавать. В конечном итоге мы у наших будущих поколений просто отнимаем эти деньги. И, конечно, с такой политик соглашаться нет. Недавно в прессе появилась информация, что одно из ведущих американских изданий назвало Путина самым влиятельным политиком во внешней политике. Как вы к этому относитесь? Ну, с одной стороны, знаете, позитивно, потому что это означает, что с Россией в какой-то мере считаются. Правда, для чего считаются, это нужно еще, в общем-то, объяснить. Дело в том, что те самые мирные инициативы, которые проявила наша страна по отношению к проблемам Сирии, в частности, к тому, чтобы прекратить гражданские войны в Сирии, конечно, это позитивный факт. Тем более, я в Государственной Думе являюсь руководителем парламентской группы по работе с парламентом Сирийской Арабской Республики. Мне эти вопросы очень близки, и мы понимаем. Хорошо, что мы сейчас оттянули вот эти процессы по Сирии. И хорошо, потому что там очень много наших русских женщин. Вы понимаете, да? Общее население Сирии порядка 10 миллионов. Вот около 1 миллиона там, в общем-то, вот по расчетам получается, где-то около русских женщин. И, конечно, мы их не можем уставлять, мы их должны защищать. Но одновременно, вот я, например, лично, прямо скажу, боюсь, что заставив сегодня Сирию разоружиться с точки зрения химического оружия, они тогда могут получить, в общем-то, шанс на то, чтобы односторонним разоружением покончить вот нынешним режимом Сирии. И одностороннее разоружение, конечно, мы не хотим поддерживать. Нужно две стороны, обе стороны разоружить. Обе стороны. То есть, почему сегодня, понимаете, Америка не идет на Сирию? Потому что рядом Израиль, так? Израиль боится. Если Америка нападет на Сирию, начнет бомбить, то сирийцы могут на территории Израиля, это рядом буквально. Я был на голландских высотах, вот я был на разделительной полосе, там шведы стояли, голубые каски, как раз он. Это, по сути дела, столица Сирии, Дамаска. Буквально где-то 65-70 километров, так? Поэтому там одна ракета, извините, и химические снаряды могут полететь на израильской территории. Вот они взялись за уничтожение химического оружия. И пока есть химорозы у Сирии, безусловно, есть там какие-то надежды, что гражданскую войну в полной мере не могут превратить в интервенцию со стороны развитых стран. Но вот односторонность тоже есть, и, конечно, мы сейчас об этом говорим, и там в государственном доме пытаемся что-то исполнить. Накануне 7 ноября я предлагаю вам поздравить ваших соратников и пригласить, наверное, на праздничные мероприятия, которые завтра пройдут. Да, в завершении передачи я действительно хотел бы сказать, дорогие товарищи, вот телезрители, которые сейчас слышат и видят, это действительно самое главное событие, которое дал прогресс всему миру. Именно благодаря Великой Октябрьской эволюции, трудящейся всех стран мира, не только Советского Союза, нашей России, получили те самые большие преимущества. И по пути прогресса чувашский народ от Сахи поднёсся до космических вершин. Наши девушки танцевали в Большом театре, правильно? Мы прекрасно понимаем, выдающиеся художники, потом учёные были из Чувашской республики. И мы должны отдать должное этому событию. И я приглашаю, чтобы завтра, 7 ноября, чтобы вы все помнили о дате Октябрьской революции. Ну, кстати, нужно сказать, официальный праздник сегодня считается как день парада 1941 года, так вот в Москве, помните, да? И, конечно, это всё остаётся в наших сердцах. Что касается наших мероприятий, в Чебоксарах 16 часов начинается движение от памятника Гагарина вниз к площади Владимира Ильича Ленина, так как сейчас площадь республики, по-моему, называется. Ну и в 17 часов там митинг. Ну и в Чебоксарске сбор в 13 часов, митинг на Площадь Победы начинается где-то в 14 часов. Кстати, сказать надо, во всех райцентрах у нас будут проходить подобные мероприятия. И посмотрите там за газетой «Чебоксарская правда», за партийными комитетами, там листовками, во сколько где-то будет. Примите обязательно участие сами, члены вашей семьи, ваши товарищи. Поздравляю с великим праздником Октябрьской революции. И, безусловно, будем готовиться к новой революции. Я ничего не боюсь. Мирной. Ну, победоносной. Спасибо большое, Валентин Сергеевич, за беседу. Спасибо, что к нам пришли. Напомню, что сегодня у нас был разговор по существу с Валентином Шурчановым, депутатом Государственной Думы Российской Федерации от партии КПРФ. До свидания. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова